Добрый день! По вашим просьбам мы сегодня начнем разбирать урок, который связан с руками. Очень часто в быту мы пользуемся в основном сгибателями наших рук. То есть мы согнули руку в локте, включился бицепс, потянули кисть на себя, сгибатели, сгибатели пальцев. И у нас очень мало движений, когда у нас включаются разгибатели. И это может приводить к тому, что у нас появляются туннельные синдромы, синавииты. И, как правило, туннельный синдром образуется не в одном месте, а он имеет несколько точек образования. У нас зажатие, комплимирование нерва может происходить на уровне выхода нерва из позвонка, на уровне лестничных мышц, на уровне малой грудной мышцы, на уровне бицепса, на уровне ротаторов-сгибателей или на уровне запястья. Поэтому очень важно, чтобы само движение наших рук, наши фасциальные тяги были максимально раскрытые. И мы сегодня будем работать именно с разгибателями всеми, но в большей степени пальцев рук запястья. Если вам будет неудобно в положении на четвереньках, где есть весовая нагрузка на руки, вы можете начать упражнение от стены или от горизонтальной поверхности, где вы не даете вес для того, чтобы сформировать это движение. Но очень важно, чтобы у нас рука не сгибалась в локте. Как только мы сгибаем руку в локте, у нас включается бицепс и мы уже работаем не с разгибателями всеми, а работаем только до уровня локтя разгибателей. Здесь пошла работа со сгибателями. То есть старайтесь максимально выпрямить руку. Если даже у вас не получается ее выпрямить, просто находитесь в простом положении, в расслабленном. Вытягивайте руку, разгибайте локоть, восстанавливайте баланс между бицепсом и трицепсом. Итак, для начала упражнения мы становимся на четвереньки. Кисти под плечами, колени под тазобедренными суставами. У нас раскрытая ладонь, средние пальчики смотрят вперед и нам надо будет поднимать пальчики от пола. Если вам в этом положении неудобно, уводим плечи чуть дальше от кисти, у нас меняется угол и таким образом мы сможем улучшить само движение на первых этапах. Потом возвращаемся к положению, когда плечи под кистями рук. Второй важный момент. У нас мышцы живота собраны и у нас не двигается поясница. Итак, поставили руки. В этом положении поднимаем мизинчики над полом и опускаем вниз. Еще раз поднять и опустить. И мы не просто поднимаем мизинчики, мы пытаемся вытянуть их в длину. Теперь поднимаем безымянные. Вниз, вверх, вниз. Поднимаем средние, опускаем вниз. Еще разочек. Локоточек разгибаем. Указательные вниз. Еще раз вверх, вниз. Большие вверх, вниз. И еще раз вверх и вниз. Отлично. Вот теперь подняли все пальчики. Почувствовали это натяжение, ощутили эту работу очень хорошо и опускаем вниз. И теперь наша задача выполнить упражнение с другого положения, когда у нас максимально включены разгибатели. Мы ставим коленочко. Если необходимо, точно так уводим плечи от кистей, чтобы была возможность приподнять пальчики. Если у вас есть нарушения в области вращения, то есть вам не хватает амплитуды вращения, тогда мы постепенно будем раскрывать нашу ладонь и выполняем точно такие упражнения. Поставили кисти, собрали чуть-чуть лопатки вместе, чтобы у нас плечи не шли в сторону ушей. Из этого положения мизинчики вверх и вниз. Вверх и вниз. Безымянные. Еще раз безымянные. Средние пальчики. Отпускаем вниз. Указательные. Отлично. И большие. Все пальчики вверх. Держим, разгибаем локоточек. Натягиваем через удлинение пальчиков. Не через напряжение, а как будто мы их вытягиваем. И отпускаем вниз. Вот это небольшое упражнение. У нас будет второй урок, в котором мы усложним это движение. Позволит вам постепенно удлинить ваши пальцы. Раскрыть. Сделать запястье более подвижным. И что самое важное. Когда мы теряем способность опираться о нашей кисти, мы теряем некоторую свободу. Потому что мы уже не можем опуститься на пол. Мы не можем встать на четвереньки. Мы не можем опереться о руки. Поэтому желаю вам большей свободы и успеха в освоении собственного тела.